Девушки отдыхают Малолитражек на 16 Повышение может привести к подорожанию машин, которые импортируют в Россию Поправки вступят в силу с 1 апреля Какие неприятные новости появились для любителей интернет-покупок Что изменится в процедуре оформления исполнительных листов И сколько денег дополнительно из федерального бюджета может получить Новосибирская область на благоустройство территории Подробнее об этом прямо сейчас В студии работает Елена Мирошниченко Здравствуйте Скоро запретят оплачивать покупки, переводя деньги с карты на карту, сообщают интернет-источники Законопроект практически готов В частности, речь идет об интернет-покупках По словам специалистов, такая форма оплаты вообще незаконна Деньги зачастую уходят вовсе не продавцам Этой схемой пользуются мошенники Предлагают в интернете заманчивые цены и обманывают потенциальных покупателей 5 миллиардов рублей в качестве господдержки выделят из федерального бюджета победителям конкурса, в котором участвуют малые города России Эти деньги пойдут на благоустройство дворов, скверов или тротуаров Главное условие – население не больше 100 тысяч человек В итоге выберут 80 победителей Из нашей области на конкурс заявились несколько городов Например, Барабинск, Искетим или Обь Все города, которые участвуют на первом этапе, собрали предложения со стороны жителей городов О тех территориях, которые бы жители хотели увидеть благоустроенными именно в рамках этого конкурса Второй этап также завершен Жители подали предложения о составе мероприятий, которые бы они хотели увидеть на этих объектах И, соответственно, как они хотели бы увидеть эти объекты Сейчас проходит третий этап Рабочая группа составляет заявку об участии в федеральный центр Надо успеть до 27 апреля Параллельно муниципалитеты готовятся к благоустройству общественных территорий За которые проголосовали жители 18 марта В распоряжении региона в этом году 317,5 млн рублей Большая часть суммы – федеральные средства Программа рассчитана до 2022 года И примерно такой же объем финансирования будет ежегодно А сейчас о стоимости доллара и евро Курс снизился всего на несколько копеек Доллар почти 57 рублей, евро – 70 Информация носит справочный характер и может расходиться с курсами в отделениях Тем временем мировые цены на нефть снова резко пошли вверх Сегодня они превышают отметку в 68 долларов за баррель Согласно данным торгов на интерконтинентальной бирже майские контракты на поставку нефти сорта Brent подорожали почти на процент Всплеск нефтяных цен позволил укрепиться отечественной валюте Со следующей недели школьники пойдут на каникулы Кто-то предпочтет отдохнуть в путешествии Сервис бронирования жилья составил рейтинг самых популярных городов России Где больше всего семей уже предпочли провести весенние каникулы И во сколько обойдутся там гостиницы Возглавляет список «Культурная столица» В Петербург предпочитают поехать на ближайших каникулах больше всего респондентов Номер в гостинице стоит в среднем 2500 рублей в сутки На втором и третьем местах Сочи и Ялта Там цена чуть ниже 2300 и 2400 соответственно Четвертая в рейтинге идет Москва И там ожидаемо самый дорогой отдых Средняя цена ночевки 2900 Дешевле всего по данным сервиса отдохнуть в каникулах в Анапе Здесь стоимость номера в отеле весенние каникулы чуть больше 2000 рублей в сутки В предыдущих выпусках мы рассказывали о мужчине Который два года платил алименты за своего абсолютного тезку Так вот, государство намерено в будущем такие случаи предотвратить Министерство юстиции подготовило новые формы электронных исполнительных листов Теперь в них будут указывать полные сведения о должниках ИНН, СНИЛС, паспортные данные Более того, в электронный документ внесут информацию об имуществе должника В фактическом адресе проживания, месте работы и т.д. Вероятно, эти графы не будут обязательными для заполнения Но если такая информация есть, она облегчит работу пристава и исключит человеческий фактор Проект приказа вынесен на общественное обсуждение Через два года в России могут появиться электронные трудовые книжки Сообщил министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин По словам чиновника, их могут начать внедрять с 2020 года Уже сейчас в базе Пенсионного фонда 80% информации о трудовой жизни россиян Для того, чтобы можно было отказаться от бумажных трудовых книжек Нужно ввести дополнительную отчетность для работодателей Разработать новое программное обеспечение, подкорректировать законодательство Цитирую Сейчас инициатива обсуждается социальными партнерами, профсоюзами и работодателями Эту тему надо тщательно обсудить Проговорить все риски и пути их преодоления В течение этого года законопроект должен быть полностью подготовлен И напоследок, на горнолыжном курорте Ширигеш Оплачивать подъемники теперь можно без налом На горе Зеленой установили первый турникет Проходя через который можно расплатиться, приложив банковскую карту Или при помощи смартфона с поддержкой NFC Владельцам карты с чипами или гаджета, у которого нет функции обмена данными с терминалами Придется пока расплачиваться по старинке На этом у меня все, до встречи Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова